Я услышал эту поразительную фразу, о которой я говорил. Голос сказал «Бесконечная любовь — это единственная истина, все остальное — иллюзия». Раз я говорю, что любовь — это не выдумка человечества, это осязаемая величина, это сила, это должно что-то значить. Любовь имеет значение, да. Общественная польза, социальные связи, воспитание детей. Но любим людей, которые умерли. Какая в этом общественная польза? Никакой. Может быть, любовь — это нечто большее, что мы не в силах пока осознать. Может быть, это свидетельство чего-то, артефакт какого-то другого измерения, которое мы не в состоянии постичь. И меня тянет через всю вселенную к человеку, которого я не видела 10 лет, и который, возможно, уже мертв. Любовь — это единственное доступное нам чувство, способное выйти за пределы времени и пространства. Может, нам стоит довериться ей, даже если мы не понимаем ее сути. И как я понял, за пределами этого мира, за границей волновых колебаний, есть мир, спокойствие и тишины. Вот что такое всевозможность. Одна мысль, сказанная мне этим голосом, великолепно выразила природу реальности, и звучала она так. Если это имеет волновую природу, это иллюзия. Если это волна, это иллюзия, потому что наш исходный, глубочайший уровень — спокойствие и тишина. Мне приходилось чувствовать это. Изумительное ощущение. Никаких негативных эмоций, страха, переживания по поводу долгов или чего-то подобного. Все это не беспокоило меня в тот момент. Повсюду и нигде. Люди думают, чушь какая-то, невозможно быть одновременно везде и нигде, но всевозможность позволяет это. Всевозможностью возможно все, что угодно, так что повсюду значит нигде, нигде значит везде. Все и ничто. Снова никакого парадокса. Всевозможность — это и все, и ничто. И как я уже говорил, мы думаем о ничто, как об отсутствии чего-либо. Ничего нет, но в этом ничто, в этом безмолвии — все. В этом безмолвии, к примеру, всевозможность. И когда я начинаю говорить, я выбираю одну возможность из всех возможностей, проявляющихся как волна, звуковая волна, мой голос. И когда я замолкаю... Тишина. Вот почему люди, когда хотят тишины, они уходят подальше от остальных. А сколько народу просто боятся тишины. Сел в машину, врубил музыку. Слушай, а можно я музыку включу? Что-то давно ничего не слышал. Валяй! Пришел домой, включил телек, шум, постоянный шум удерживает вас в реальности пяти чувств. А когда люди остаются в тишине, тогда на них снисходят озарения, поскольку так они получают доступ к другим уровням самих себя, свыше пяти чувств. Таким образом, из ничто рождается мир, царство форм. Эта штука называется кематика. Если поискать в интернете, можно найти эти видео на YouTube, например. Вот в чем суть. Они насыпают мелкие частицы на металлическую пластину и направляют на нее какой-либо звук. Это невероятно, но частицы формируются в подобные удивительные геометрические формы лишь из-за звука. А когда звук прекращается — бамс! — частицы беспорядочно рассыпаются по пластине. Затем звук меняется, и они принимают другую форму. И эти миры форм, частот, волновых частот, созданы таким образом, из всевозможности. И существуют бесконечные, вечные миры с различными так называемыми законами физики, различными задачами, различным опытом. Все имеющие различную скорость колебания, что позволяет им разделить одно и то же пространство. Все эти различные миры разделяют то же пространство, что разделяю я. Так же, как все радио- и телевизионные станции, транслирующиеся в этом городе, разделяют то же пространство, где нахожусь сейчас я, и они также разделяют это пространство и между собой. Следовательно, мы живём в диапазоне частот. И этот частотный диапазон диктуется диапазоном частот, которые могут декодировать, воспринимать наши тела компьютеры. И диапазон этот невероятно узок. Виртуально мы слепы по сравнению с тем, что могли бы увидеть. Подавляющая часть данной вселенной, то, что учёные называют «тёмной энергией» или «тёмной материей». И они называют её тёмной не потому, что это тьма кромешная, но потому, что мы не можем её декодировать. Посему она вне нашего миропознания. Мы имеем возможность судить о ней по её воздействию на то, что мы способны видеть. Электромагнитный спектр занимает 0,005% всего проецируемого существования в нашей Вселенной. И видимый свет, который является единственным частотным диапазоном, воспринимаемым нами, — ничтожная доля от 0,005%. Крошечный диапазон. Видимый свет — это наш мир. Мы смотрим вокруг, думая, что мы видим всё. Но это не так. Мы можем видеть только то, что можем декодировать. Посему мы оперируем в определённом измерении. Мы, собственно, фокусируем наше внимание на данной реальности при помощи тела компьютера. По этой причине наш мир кажется единственно существующим. Но пространство, занимаемое нами, просто кишит. Кишит жизнью в бесконечном её многообразии. Так что если мы приходим в этот мир разума и поддерживаем связь с сознанием, мы физически находимся в этом мире, мы можем его познавать, можно пойти в бар, давай с тобой дёрнем пивка! Но мы не от мира сего относительно нашей точки наблюдения. И они выстроили общество таким образом, чтобы держать нас в недоумении путём ограничения нашей возможности декодировать и познавать реальность только при помощи пяти чувств. И поскольку вы оперируете только пятью чувствами и не получаете вдохновляющего, озаряющего, интуитивного знания с высших слоёв вашего сознания, где вы ищете понимание, кто вы есть, где вы есть и что такое мир, в котором вы живёте, там. А кто контролирует это? Система контроля, контролирующая СМИ, политику, образование, науку. Идея в том, чтобы изолировать нас в пяти чувствах, изолировать нас в границах разум-тела, и затем программировать тело-разум, чтобы оно видело мир так, как устраивает систему контроля. Время и пространство — всего лишь информация, плетённая в метафизическую структуру Вселенной, волновую структуру, которую мы декодируем как то, что выглядит как время и пространство. Ни времени и пространство не существует. Когда вы вставляете диск в компьютер, на диске содержится информация. Вы вставляете его в компьютер, который его считывает. На экране вы видите время и пространство. Или то, что выглядит как время и пространство. Но это всего лишь информация на диске, читаемом компьютером и извлекаемая на экран. То же самое делаем и мыли всё время. Время — это иллюзия. И, боже мой, если мы попадаемся на эту удочку, мы оказываемся в замкнутом круге времени, если верим, что время существует. Вы можете сказать, «Сейчас час полудня». Я кое-что с кем встречаюсь сейчас в полудне. На том же месте, в тот же час. Всё согласовано по времени. Но вы всегда знаете, что это всего лишь искусственно созданная конструкция. Это не является частью вас время. Потому что безвременье — это то, где действует сознание. Если мы действуем полностью в контексте времени, тогда согласно самой его природе мы теряем контакт с сознанием, которое находится на другом уровне восприятия. Наше время — это просто чушь какая-то. Вы пересекаете невидимую линию посреди океана и попадаете в завтрашний день, пересекаете в обратном направлении во вчерашний. Существует только вечное сейчас. И больше ничего. Если вы скажете, «Нет, нет, как же, есть же прошлое, есть будущее, что ж, хорошо». Когда вы думаете о будущем, где вы находитесь? Вы находитесь в сейчас. Когда вы думаете о прошлом, о воспоминаниях, где вы? Вы в сейчас. Это всё конструкции. Это восприятия. Они не настоящие. Единственный существующий миг — это вечное сейчас. Всё происходит в сейчас. Единственный момент, когда мы способны изменить хоть что-то сейчас. Если нас тянет в прошлое, с сожалением, «Если бы я мог, о, та женщина в 53-м, ууу!» Или же нас тянет в будущее, «О, Боже, что случится? О, да, что же будет, если я приду? А что, если?» Нас оторвало от единственного существующего момента времени, и, следовательно, от нашей власти изменять что-то, воздействовать на сейчас. Ничего не осталось. И мы абсолютно зависим от времени, который сейчас... О, Боже, уже можно? О, Боже, что будет? Ты пойми, для них время — иное физическое измерение. Для них... Прошлое может быть каньоном, в который они могут спускаться, а будущее — горой, на которую можно залезть. Но для нас это не так, ясно? Сейчас — это единственное, что существует, и время, как и пространство, только восприятие. Всего лишь часть одной из схем считывания. Вы можете представить себе время в виде DVD-диска. То, что вы уже видели в фильме, это ваше прошлое. То, как вы представляете себе прошлое. То, на что вы смотрите в фильме, в данный момент вы воспринимаете как настоящее, а то, что вы еще увидите в фильме, вы воспринимаете как будущее. Еще раз повторю, вся эта информация находится на данном диске одновременно. Один бит назад, и ты направился в прошлое, бит вперед, и ты в будущем. Я говорил годами о петле времени, как я ее называю. Даже написал книгу с таким названием. Точнее говоря, это не совсем петля, но она выражает себя как таковая в этом мире так называемой физической реальности. И мы идем и идем по кругу, и снова сначала. И мы думаем, что движемся вперед, но поскольку мы уже внутри петли, на каком-то ее отрезке, мы думаем, что идем вперед, но если продолжать это движение, она вернется к началу. Это как полигон приключений. И в зависимости от того, какой опыт мы желаем получить, выбирается и часть петли, к которой мы должны получить его. По причине того, как было сказано ранее, эти волновые колебания, и между делом, колебания, идущие из черных дыр, вибрируют в вечном, сейчас. Они не движутся во времени. Они несут кодированную информацию, воспроизводимую нами как время, но колебания происходят сейчас. Эти вибрации не всегда одинаковы. Они тоже проходят циклы, колебательные циклы. Они претерпевают изменения. И когда они изменяются, высвобождается различная информация, исходящая от Солнца, которую мы впоследствии декодируем. Когда мы делаем это, мир движется вперед. Приключения продолжаются, эпоха за эпохой. Если рассматривать древние цивилизации по всему миру, они неизменно видят время как циклический процесс. У нас есть, конечно, знаменитые циклы юги, когда, согласно индийским верованиям, согласно индуизму, мир проходит через различные периоды. У нас есть Золотой век, когда все открыто, все совершенно и взаимосвязано. Далее у нас есть прочие юги, когда кругом запреты и контроль, знания скрыты от общества. Все не так, как было раньше. Это другой вид приключения. В средстве изменения волновых колебаний эта реальность проходит цикл и возвращается к исходной точке. Вот здесь все эти юги выходят на сцену. Что происходит, так это левая часть, левая половина мозга в первую очередь декодирует эту информацию, вибрирующую в вечном сейчас. Декодирует ее как последовательность. Некоторые исследователи мозга называют левую половину мозга процессором последовательного действия. И эта последовательность, к которой приходит информация, выглядит как время, текущее из прошлого в будущее. Чем быстрее происходит декодирование, тем быстрее, кажется, бежит время. Медленнее идет декодирование, значит, наоборот. Эйнштейн про это так сказал. Если ты в компании прекрасной женщины, время бежит очень быстро, но если ты в кресле дантиста, оно движется гораздо медленнее, потому что твой мозг воспринимает реальность по-другому, составляя последовательность иным образом. Посему петля времени на самом деле просто декодирование этих меняющихся колебаний, меняющейся информацией. И снова, если вы способны поддерживать связь с высшей реальностью, вы можете не зависеть от мира сего, оставаясь в нем. Если вы зависимы от него, вы буквально застряли в петле времени, в петле, где большинство людей находится очень-очень долго. Нас утверждает, что тело — это биологический компьютер. Я пробегу по данной теме очень быстро, поскольку рассказывал об этом не раз на лекциях и так далее. Очень важно продолжать соединять точки. Так вот, тело-компьютер — это средство исследования данной виртуальной реальности высшим сознанием. Словно вы хотите попасть на другую планету, исследовать ее, и вам для этого нужен скафандр, как я говорил ранее. Нам нужна внешняя оболочка, имеющая параметры колебаний того же диапазона частот, что и в данной реальности. И это тот нюанс, что делает расизм настолько нелепым, настолько абсурдным, настолько подтверждающим невежество. Потому что тело — это только средство исследования этой реальности. И расизм является последним указанием того, что вы пойманы в ловушку реальности пяти чувств и не имеете понятия о природе того, кто все мы на самом деле, расисты и их противники. Что все мы — сознание. Люди. Мы думаем, что мы люди. Человеческие существа. Быть человеком — это компьютерная программа. Мы не люди. Мы получаем опыт под названием «быть человеком». Мы — сознание, переживающее это приключение. Как было сказано в одной статье в Сан-Франциско Кроникл, ДНК — это универсальный программный код. От бактерий до человека. Основные инструкции для жизни, написанные одним и тем же языком. В ней четыре кода — ACGT. В моем случае — GT, GT, GT. Джин Тоник. Нравится мне эта фраза. Это в моем ДНК. В каком порядке эти коды расположены в молекулы, определяет, какова внешняя оболочка — человек, мышь, вирус, что угодно. И это очень похоже на те зеленые коды на экранах компьютера в фильме «Матрица». И тело компьютера, биологический компьютер, имеет возможность думать и самостоятельно давать оценку, подтверждает каждый нюанс, если приглядеться. Причина, по которой сейчас говорят о прямом подключении мозга к компьютеру, в том, что они связывают между собой два компьютера. Ты тоже когда-то был таким запрограммирован. Нет, никто меня не программировал. Ты за себя решил? Бред. Конечно, ты запрограммирован. Природой, воспитанием или тем и другим. Когда компьютер не хочет работать, не включается, не запускается, мы говорим, что компьютер сдох. Если сбросить компьютер с верхнего этажа, он разобьется, умрет. Если сбросить человеческое тело компьютера, он также разобьется, будет мертв. Потому что это то, что происходит в момент смерти, когда компьютер умирает. Мы, ё-моё, не умираем. Смерти нет, мы сознание. Бесконечное сознание. Компьютер переходит в спящий режим, чтобы отдохнуть. Мы ложимся спать, чтобы отдохнуть. У нас есть антивирусные программы в компьютерах, занимающиеся поиском вирусов, которые являются серьёзной опасностью для компьютерных систем, для того, что можно назвать их здоровьем. У нас есть феноменальная антивирусная система. Мы называем её иммунной системой человека, которая выполняет сходные задачи. Когда у вас установлена антивирусная система и появляется новый вирус, им нужно обновить её, потому что она не знает, как с ним справиться, поскольку не была запрограммирована на это. Иммунная система обновляется путём реакции на вирусы и обработки этой информации. Поэтому, когда они приходят в следующий раз, она в состоянии с ними справиться. Это увеличенная фотография, сделанная в парижской больнице. Для чего они использовали краситель, введённый в тело через акупунктурные точки. Затем они сфотографировали это. И краситель прошёл по этим энергетическим линиям тела, где течёт энергия ЦИ, те самые фотоны. И если взглянуть внимательнее, это выглядит как материнская плата. И интересно, что когда эта энергия ЦИ циркулирует слишком медленно или слишком быстро, тело болеет, так или иначе. Акупунктура состоит в том, чтобы, используя иголки и прочие техники, сбалансировать течение этой энергии. А что случается, когда информация движется по системе компьютера со скоростью меньше оптимальной, тогда мы говорим, что мой компьютер тормозит сегодня. И чаще всего он тормозит из-за вируса. Мозг — это центральный процессор компьютера, который является микрочипом. Это главный обработчик информации. ДНК — это жёсткий диск. Но не только ДНК, которую мы видим физически, ведь даже ДНК — это всего лишь декодированная версия энергетического поля. У нас есть ещё энергетический контур, называемый аурой человека. То, что мы называем культурами. Я принадлежу к такой-то культуре. Я чёрный, а южноафриканец. Я индус или кто угодно. Это различное человеческое вспомогательное программное обеспечение. Этот парень, Уильям Шеридан, лежал в Нью-Йоркском госпитале, ожидая пересадки сердца. И он решил записаться на курс художественной терапии. Он был столь же ужасным художником, что и я. Вот что он рисовал. Верхний рисунок. После пересадки сердца он вдруг вернулся к курсу художественной терапии, и у него стали получаться гораздо более сложные рисунки. Согласившись содействовать донорству органов, он решился встретиться с матерью своего донора и задал очевидный вопрос, интересовался ли её сын искусством. И она сказала, что он предпочитал принадлежности для рисования игрушкам с 18 месяцев от роду. Он обожал искусство. В данной области было немало исследований, некоторые проводились годами, доказав невероятную связь между людьми, кому доставались сердца, лёгкие и прочие органы, других людей, проявляя после пересадки черты характера или умения своих доноров. Потому что во время операции врачи загружают информацию из одного компьютера в другой. Так она передаётся от одного к другому. Это не коммерческий парк отдыха. Это целый мир. Мы спроектировали каждый его дюйм, каждую травинку. Здесь мы боги, а вы лишь наши гости. Крадамутва, великий шаман племени Зулу в Южной Африке, рассказывал мне, что когда они в прошлом в Африке употребляли в пищу людей, одно из золотых правил было варить тело при определенной температуре. Иначе, если ты его съедаешь, ты становишься им. Тот же самый принцип. Нас заставляют поверить, что то, что идентифицирует нас с телом, что половая принадлежность нашего тела и есть мы, являемся ли мы мужчиной или женщиной. Опять и снова, мужское и женское тело — это не мы сами. Это переживаемое нами приключение. Опыт. Как мы можем быть мужчиной или женщиной? Как наше тело может быть нашей сущностью, когда мы можем сделать мужчину с женщиной посредством химических препаратов? Это изменение природы компьютера при помощи химии. Курочка Фрики, о которой писали газеты несколько лет назад, начала свою жизнь самкой. Несла яйца. Затем по какой-то причине произошел серьезный взрыв тестостерона, и курица стала петухом, который начал преследовать кур, кукарекать на рассвете, отрастил гребень. Как мужской или женский пол может быть теми, кто мы есть, когда возможно подобное — это приключение, опыт для сознания, которое ни мужчина, ни женщина, потому что оно — всевозможность. Это с веб-сайта BBC. Ученые провели опыт по контролю мозга мух, чтобы заставить женские особи вести себя как мужские. Исследователи генетически изменили насекомых так, что группа мозговых клеток, контролирующих сексуальное поведение, могла быть включена, словно электрическая цепь, вспышкой света. Команде биологов удалось заставить самок мухи дрозофила исполнить танец ухаживания, поведение, обычно присущее самцам. Он вывел этих лабораторных мух чувствительными к красному свету. Свет активирует скопление нейронов в мозгах дрозофилов. И вот они уже дерутся. Но стоит изменить интенсивность излучения, и вот мухи заняты уже чем-то совсем другим. Видите, как они вибрируют одним крылом? Так фруктовые мухи флиртуют. Для исследователей стал сюрпризом тот факт, что одни и те же нейроны отвечают за столь разные формы поведения. Что объединяет драку и ухаживание? В обоих состояниях мухи очень возбуждены и обеспокоены. Эти нейроны контролируют своего рода эмоциональное возбуждение. Так же, как мы запускаем разные программы в компьютеры. Почему птицы вдруг начинают одновременно петь, когда встает солнце, как будто кто-то нажимает на кнопку. Поехали. Почему курочка Фрики начала кукарекать на рассвете, когда взорвался уровень тестостерона? Это программа, софт. То же самое с эмоциями. Когда мы думаем, что наш эмоциональный набор — это то, кто мы есть. Но ведь есть возможность фундаментально изменить наше эмоциональное состояние при помощи наркотиков, химикатов, ртути. Ртуть в зубной пломбе может изменить личность человека. Можно изменить личность человека, употребляя всякую гадость в еде и напитках. Эти химические коктейли — вот что происходит со множеством детей. Как могут даже эмоции, как мы себе их представляем, быть нашей сутью, когда химикаты способны изменять наши психологические реакции по поводу того, как мы декодируем реальность? Реклама Реклама Субтитры создавал DimaTorzok